еще раз доброго времени суток с фокусируем в общем дополнительный обзор продуктов светофора мы вот купили там смесь сухофруктов вот такая вот просто написано смесь сейчас сфокусируется обычная смесь сухофруктов вот я одну пачку открыла одну они у меня там за ужином сейчас доедают не гонялся бы ты поп за дешевизность что значит в общем в обычной смеси вот в такой какой мы обычным покупаем там вот такие кусочки цветные это сушеные кусочки ананасов папайи вот они тоже там красненькие зелененькие встречаются желтенькие здесь моему ужасу это не кусочки сушеные фруктов это такая не знаю как ее обозвать типа восточной сладости похоже на вот эти жевательные мармеладки еще такие вот червячки продаются всякие мишки жевательные вот чем-то на этот мармелад похоже вот дальше потом тут значит вот финики положенные в той смеси что мы берем там финики не ложат здесь их положили бананчики вот арахис в сахаре этот цветной изюм и просто арахис нет орешков подороже и изюм тоже вот такого качества в общем эта смесь она как бы должна быть готовы к употреблению чистая но руки вот у меня не очень чистые я даже не знаю конечно детям отдала как говорится больше грязи шире морда и не знаю как они это все им вкусно понятно что сладко но качество конечно вообще не такое смеси в общем и и больше покупать не будем макароны мы сегодня приготовили тоже светофора которые за 20 рублей купили 19 90 500 граммовая пачечка знатные что ли называются написаны из твердых сортов пшеницы в общем они как лапти разварились ну на вкус они так нормальные конечно макароны единственное что форму они вообще не держат так что это не твердая сорта пшеницы вот это что вот мы в адмирале покупаем макароны там у них на фасованные в пакетах не знаю как они может костромские или ярославский они фасуют и за килограмм они получаются дешевле чем вот эти вот знатные и по качеству они так более менее очень не расползаются они так как эти так и еще что я хотела сегодня показать это вот у меня дети сегодня ходили в студию вот они делали такие картинки эта техника такая интересная но она уже давно всем известная мы еще с лиркой такой тех сейчас публикует от лампочки техникой занимались в общем это с той стороны стеклышко рисуется маркером или контуром маркером подешевле конечно черным а потом контуры аккуратно заполняются пластилинкой в общем они у меня приехали со студии ужин уже как бы готов я говорю давайте быстренько руки мыть и спускаемся времени у них было минут наверное шесть далее на все это шесть ну семь максимум что у нас успел сделать егор за это время он успел помыть руки он успел разобрать свою рамку вынуть ее оттуда разбить стекло хорошо еще что она не разлетелась просто треснула и вставить его обратно но видимо все таки не хватило у него немножко вот мозгов он еще маленький да чтобы правильно ставить и у него пластилинка сверху вот она то есть он ее перевернул я григорь ты чего с рамкой сделал как он боится что его будут ругать хотя я их учу что мне нужно говорили чтобы правду не надо бояться нужно уметь признавать свои ошибки нет это не его тема он у нас как партизан в общем вот да еще папа нас значит сегодня ездил на автобусе детей отвозил в общем не подумал он за обедом купил себе пиво ягу здрасте а детей-то студию я про них забыл я говорю вот и здорово ладно на автобусе доедем ладно на автобусе доедете поехали они на автобусе очень туда проехали хорошо обратно кондуктор возмущалась и она ему выдала такую тему один ребенок бесплатно а за стальных плати могут чего это они детском садике если были в школе нам бы выдали проездные у нас по городу дети многодетных семей выдают проездной в общем ягод уперся рогом не заплатил и она ему насчитала четверых детей оказывается еще девочка с ними в студии которая ходила мая маечка до моя она села с ними вместе на сиденье а мама где-то там может через два сиденья сидела через три через три впереди она населила вот и вот у нас сидел папа и с ним значит еще четверо детей и вот он за троих плати вот так да ну а на год одного то бесплатно вас разрешила сказала что это у них там такие правила висят в общем вот так что не любят многодетных вообще не любят к нам относятся знаете как к людям второго сорта да я не раз таким сталкивался егор я снимаю твою ламку как ты ее неправильно поставил видишь ты стеклом там низ поставил все игру руки даже не отмылись сегодня гуляли они ужас какой так все товарищи включая